Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина и я рада приветствовать вас у себя на канале. Если вы зашли ко мне впервые, не забывайте, конечно же, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. А сегодня мы с вами поговорим о пустых баночках хозяйки на заметку. Если вам интересно такого рода видео, конечно же, усаживайтесь поудобнее и давайте с вами поговорим о том, что у меня закончилось в ноябре месяце. Вообще, сегодня хотела для вас снять видео макияжное. Хотела сегодня вам показать свой новый тон, который мне попал буквально на днях в руки от бренда Миша. Но сижу рядом с окном, даже снимала видео напротив окна, но с учетом того, что у нас все небо затянуто тучами и такая общая серая атмосфера какая-то сложилась вокруг, именно не хватает освещения. А у меня пока освещения достаточно мало, видео не получилось, поэтому мы с вами сегодня поговорим о пустых баночках хозяйки на заметку. Первое, с чего хочу начать, это будет бренд Санита, точнее средство для очистки стекол от бренда Санита. Здесь написано то, что это средство для очистки стекол с формулой антизапотевания. Собственно говоря, для чего я его и взяла. Потому что у нас сейчас наступил тот период, когда окна постоянно запотевают. Может быть это качество окон таких, может быть от того, что температура меняется и влажность высокая. В общем, окна постоянно находятся в том состоянии, что они периодически запотевают. Мне это очень не нравится, и поэтому, когда я зашла в магазин и увидела данный спрей, я решила, что а вдруг почему бы нет, а вдруг он мне поможет. Что могу вам сказать? Начну с того, что вот этот вот расход, который вы видите сейчас у себя на экране, это за два применения его использования. На двухкомнатную квартиру для очистки два небольших зеркала, одно большое зеркало и одно окно. Да, я вот эти два раза уборки делала, очистила одно окно и очистила зеркала, все. Но дико расходуется, у него очень неудобная помпа-пульверизатор, она не распрыскивает средство облаком. Да, вот когда оно облакит полностью, поверхность какую-то в каком-то объеме, там, сантиметрах, а оно просто бьет струей. Мне это очень не понравилось, много чего забрызгивается. И для того, чтобы им пользоваться, нужно приложить усилия. Мне это не понравилось, поэтому не могу рекомендовать. Следующее средство, которое я хочу вам показать, это средство тоже от бренда Санита. Но это уже мой фаворит-фаворитович. Это средство универсальное для очистки, мне кажется, любых поверхностей. Я им, по крайней мере, чищу все, что можно почистить в ванной комнате, в туалете, на кухне. Универсальные, знаете, это альтернатив Сифу, к примеру, дорогому. Вот этот стоит, по-моему, 84 рубля 85. Не хуже Сифа, очищает. Мне очень нравится, так что хозяйке могу вам его порекомендовать к использованию. Только единственное, пользуйтесь им в перчатках, чтобы не повредить кожу рук. Могу вам сказать, если вы захотите помыть, к примеру, вот эту, знаете, лейку из душа, вот этим средством вы не очистите. Он слабоват для убирания именно вот этого серьезного налета на вот этих вот штучках, на, кто они, дужки, которые. Но все остальное он убирает очень даже неплохо, мне нравится. Следующее средство, которое у меня почти закончилось, это старичок Ферри. Могу вам сказать только одно. Но кроме аромата, вот в этом Ферри мне не понравилось больше ничего. Он очень быстро расходуется. Во-вторых, у него, знаете, достаточно такой быстрый расход, и у него такая слабая пена. Что-то мне в последнее время все меньше и меньше нравится Ферри. Вот этот вот я покупала на какой-то дикой акции, по-моему, в этом же магните. И взяла его чисто из-за того, что на него была цена очень приемлемая. Но сейчас я понимаю, что за полную стоимость его покупать, это, ну, не стоит он своих денег, но аромат у него очень-очень приятный. Следующее, что у меня закончилось, это перчатки от бренда Виленда. И что могу вам сказать? Данные перчатки стали портить свое качество. До этого они мне очень сильно нравились. И вы знаете, как я вам говорила, хвалила, рекомендовала их к покупке. Цена на них подросла. А вот именно вот этот вот слой, который внутри идет перчаток, он немножечко стал хуже. И сами перчатки стали более тоньше, что ли, как-то, не знаю, мне они перестают нравиться. Но, опять же, смотря альтернативу всех перчаток, которые у нас представлены именно в магазинах, вот, к сожалению, они пока на первом месте, поэтому вынуждены их покупать. Следующее, что у меня закончилось, это средство, ну, я бы, точнее, даже не допользовала. Это средство от достаточно бюджетного бренда «Золушка». Это полироль для мебели. Написано «морозная свежесть». У меня это, знаете, средство аж с 2016 года, а у него срок годности всего 2 года. То есть он как бы уже у меня все, он у меня уже все испортился. Написано то, что до 12-го года его нужно, до 12-го месяца его нужно использовать. И я думаю, что все, пора его уже выбрасывать, потому что конец 11-го месяца, и вот уже декабрь у нас на носу, так что я его выбрасываю. Использовала, наверное, четвертинку. Что могу сказать? Я его купила лишь только потому, что я из детства помню, как моя мама чистила все поверхности, которые у нас были, деревянные, знаете, это вот еще лакированная мебель. У меня мама всегда проходила с полироли, чтобы она максимально блестела. Вот я из той же серии его купила. Очищает, придает блеск, и все. Собственно говоря, у него еще такая тут приятная душка «морозная свежесть». Ну, не знаю, как насчет морозной свежести, ну, как бы, чем-то он тут пахнет. Что могу сказать? Написано «супер силикон». Да, просто это то, чем вы покрываете свою мебель, натираете, количество пыли не уходит, и еще больше на вот этой полироли была видна пыль. Это, знаете, это было, знаете, из той серии, когда я вот утром протерла пыль, все сделала уборку, и где-то около 6 часов села попить чай, и сижу, смотрю на свою мебель, а на ней вот так вот пыль сидит. Я понимаю, что это вот просто из воздуха, да, это пыль, но так было некрасиво, и мне пришлось еще раз пройтись, протереть пыль. Ну, вот такая вот у меня манечка по поводу уборки. Ребят, не могу рекомендовать, если, конечно же, вы не маньяк того, чтобы у вас вот была какая-то начищена полиролью мебель. Следующее средство, которое у меня закончилось, это было средство «фитоверм». Я его покупала для своих растений. У меня на одном из растений появилась, так скажем, мучная тля, мучная мошка, такие белые, знаете, вот такие вот насекомые, которые просто замучили мое растение. И я зашла в цветочный магазин, и мне сказали, попробуйте вот это средство «фитоверм» защита от насекомых. Что могу сказать? Я использовала его полностью по инструкции, как было написано. Кстати, у меня этот, я его использовала на цветущее растение, точнее, то растение, которое должно цвести. И что могу вам сказать? Немножечко количество вот этих вот белых мошек ушло, но всецело оно, они никуда не делись, но я знаю то, что его нужно повторить буквально через неделю-полторы, мне нужно будет повторить данную процедуру. Еще, ребят, девчонки, кто дома выращивает различные цветочки, если вы сталкивались вот с такими насекомыми, которые ваши комнатные растения стали одолевать, пожалуйста, напишите в комментариях, чем вы травите вот такие вот подобные, вот эти всякие мошки, которые такие белые, которые съедают цветочки. Мне, в общем, знаете, так было неприятно, и я взяла эту штуку, но такой, знаете, пока 50 на 50 осталось мнение, прошло буквально после процедуры дня 4, но все-таки я вижу эти мошки над цветком летают. Следующее, что у меня здесь закончилось, это средство от бренда Брев. Как-то я вам говорила, у меня было с цветком, с пионом, по-моему, средство от Брев, это их новиночка, Total Частота, гель для очистки унитазов, что могу сказать вам о нем? Так как он очищает унитаз, вот именно с лимоном, мне понравился больше, чем розовый. Во-вторых, мне понравилось этим средством чистить именно ванную, именно саму ванную. Отлично очищает, и, кстати, ржавчину неплохо убирать, я была очень дико удивлена. Единственное, у него вот этот вот резкий аромат лайма, но это, знаете, такие вот моменты, которые, в принципе, потерпеть можно. Неплохо очищает, здесь его осталось еще на одно применение. Не знаю, как насчет гигиеническая чистота, но то, что он хорошо почистил ванну, и она стала белая, это факт. Сам продукт достаточно жидкий, и он неэкономичный, его нужно достаточно много лить, но он очень мылкий. Когда вы начинаете просто им чистить, собственно говоря, все образуется в пене, и все хорошо очищает. Сейчас буду показывать вам все, что у меня закончилось, именно все кондиционеры, все, что закончилось для стирки. У меня здесь достаточно много продуктов, так что потерпите. Первое, что у меня закончилось, давайте я начну, наверное, вот с таких средств, порошки. Первое, что у меня закончилось, это гель для стирки для черных и темных тканей от бренда Laver. Это средство для чистки, для стирки продается только в магнит-косметике, я это видела его. Стоит он сейчас что-то в пределах, по-моему, 60 рублей. Неплохой гель для стирки, я могу вам сказать только одно, он неплохо отстирывает, он неплохо освежает, я им стираю темную одежду, я стираю мужские носки, хорошо очищает, простирывает, и я его с удовольствием покупаю. Не знаю, мне нравится, и единственное, что у него дикий расход, его достаточно много надолить, но он в разы лучше ласки. Ну, лично для меня ласка просто стирает, вот просто вы постирали, и оно все уходит, а здесь он немного до отстирывает. То есть мужские носки, они действительно чистые, чистые для меня, это достаточно серьезный критерий. Так что, если вы в поисках какого-то бюджетного геля для стирки, смело могу вам порекомендовать попробовать вот этот вот гель от бренда Laver. Следующее, что у меня закончилось, и то, что я вам не могу рекомендовать, хотя, когда я стояла, я его выбирала данный порошок, он называется Виш Био, это написано, то, что данный порошок является израильского качества, то есть производство его идет израиль, да, импортер у нас здесь. Покупала его в Сангистир, если в вашем городе представлен магазин Сангистир, я думаю, то, что данный порошок вы там тоже можете встретить. Слушайте, ну, самый бесполезный порошок, который я встречала, написано то, что здесь 1,25 кг и до 34 стирок, но вот если я с ним сделала стирок 15, то это, собственно говоря, круто на самом деле, потому что его здесь нужно очень много для того, чтобы он хоть как-то отстирал. Мне девочки в магазине говорили, что нужно добавлять ложку, и причем я им говорила, девчонок спрашивала в магазине о том, что у меня на 6 кг стиральная машинка, сколько нужно примерно добавлять порошка, если вы пользовались, сколько вы добавляли, они мне говорили, уверяли, что 2 столовые ложки вам хватит позаглаза замучить и спену отмывать. Но может быть именно в наш дом бежит такая вода, что нужно очень много порошка, может быть именно вот эта упаковка порошка мне попалась не очень хорошего качества, написано то, что это бесфосфатный стиральный порошок, и что-то, знаете, как бы не особо впечатлилось. Да, вот, кстати, написано, способ применения для 4-5 кг нужно 36 грамм. Ну, у меня нет весов, я, в общем-то, да, знаете, хорошее количество порошка сыпала, и в любом случае он не отстирывал, и повышала, и понижала температуру, что я только не делала с ним, стирала разные виды тканей, ничего он не отстирывает, не отстирывает какая-то бесполезная фигня, на самом деле. Не могу девчонке рекомендовать, хозяйке, проходите мимо, не тратите свои кровные. Следующее, что у меня закончилось, это было 2 кондиционера от бренда Вернель. Знаете, это моя любовь, я вот просто настолько люблю кондиционеры Вернель, что даже когда я вижу какие-то другие кондиционеры со скидками, я их просто не беру, ну, просто прохожу мимо, потому что я люблю кондиционеры Вернель. А вот эта их серия Суприм, это вообще просто моя любовь, и я очень рада, что все-таки на них бывают иногда скидки, у меня здесь аромат фэшн, у меня аромат гламур. Девочки, после того, когда пользуешься данными кондиционерами, белье реально мягкое, во-вторых, вот просто все очень-очень приятно, изысканно пахнет, и я не могу выделить, какой мне аромат больше нравится, но, наверное, больше мне нравится вот этот аромат гламур, хотя и пэшн тоже неплохой, и третий у них там есть еще в линейке аромат, он тоже неплохой. В общем, я все ароматы их люблю, с удовольствием вам их могу рекомендовать, но, знаете, я даже один раз натыкалась на какой-то разведенный кондиционер, мне кажется, кто-то в магазине просто его разбодяжил, потому что они такие достаточно тягучие, густые, мне попадался жидкий, но качество его не изменилось, просто быстрее израсходовался. Его должно хватить на максимально большое количество стирок, но я стираю очень много, я стираю очень часто, поэтому кондиционеры у меня улетают всегда просто, очень-очень быстро, как порошки, потому что я вам говорила в начале видео, я енот полоса. И крайний продукт, который я вам хочу сегодня показать, это порошок, который я пробовала впервые, и пробовала я его лишь по многочисленным, так скажем, отзывам на данный порошок, и знаете, что я могу сказать? Я все больше и больше перестаю верить каким-либо отзывам, это я сейчас вам говорю о порошке от бренда BioMio, он идет BioWide для детских вещей, гипоаллергенный, без запаха, с экстрактом хлопка. Вчера я стирала им белье, и я не знаю, что такое произошло, до этого я пользовалась им, в принципе, когда я не полную машинку закидывала белья, штучного белья, детские маечки, носочки, свои какие-то белые вещи, вещи своего супруга, и если это было, вы знаете, килограмма 2,5-3 белья, и я закидывала, допустим, вот такую вот, скажем, такое количество, здесь 50 грамм, 50 миллилитров порошка насыпается, когда я его засыпала, в принципе, неплохо отстирывал. Вчера я весь день стирала постельное белье и мужа рубашки, я просто их закинула в одну, в один барабан, они как раз белые, и я подумала, что почему бы их не простирать. Ребят, я дважды запускала стирку для того, чтобы отстирать мужские манжеты, это просто невыносимо было, настолько вчера он меня разочаровал, данный порошок, поэтому я не знаю, но в Магнит Косметик на него была очень хорошая скидка, стоила что-то около 400 рублей, и я схватила две упаковки, лишь только по отзывам, и сейчас я понимаю прекрасно, что у меня одна упаковка закончилась, и, кстати, вот здесь его полтора килограмма, на 30 стирок, производитель не обманул, я его использовала где-то около месяца, да, где-то около месяца я его использовала, и стирка у меня через день, скорее всего, да, было 30 стирок, может быть, чуть побольше, может быть, меньше, но он достаточно, так скажем, действительно концентрированный порошок, но в плане именно очищения у меня осталось от него какое-то мнение 50 на 50. Девочки, если вы пользовались данным порошком, напишите, пожалуйста, понравился вам данный порошок, не понравился, какое у вас о нем осталось мнение, и какой порошок именно натуральный вы сможете мне порекомендовать, который можно просто купить в магазинах в том же Магнит Косметик, так что как-то вот так, но плюс данного порошка, это то, что он выполаскивается из вещей, и это очень здорово, и еще главное, это что он не оставляет никакой аллергической реакции, то есть после него нет никакого зуда, так что вот так вот, какое-то вот такое у меня сложилось мнение. Вот такое видео у меня сегодня получилось, если вы досмотрели данное видео до конца, то очень вам благодарно, большое спасибо, не забудьте, конечно же, поставить пальчик вверх, оставляйте комментарии, мне будет очень приятно почитать, не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики, а я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, с вами была ваша Ирина, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео, всем пока-пока!